За проявленное мужество и самодерженность при спасении человека в экстремальных условиях наградите. Этот орден мужества, который тогда, в 2012-м, вручал президент Республики Рустам Миниханов и руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, предназначен не сотруднику силовых структур, не участнику боевых действий. 12-летнему мальчику, который в мирное время, в обычный весенний день, гуляя в парке, не прошел мимо попавшего в беду ребенка, как сделали взрослые. Бросился на помощь. Спас 8-летнего школьника, за что и был удостоен высокой награды. Посмертно. Орден из рук Александра Бастрыкина принимали его родители и старшая сестра. Иметь высокую государственную награду, но знать, какой ценой она досталась, это очень тяжело. Все произошло 5 мая в центре города Набережная Челны. На бульваре энтузиастов 8-летний Андрей забрался в фонтан, чтобы вымыть руки, и ребенка ударило током. На помощь пострадавшему бросился 12-летний Данил, который также стал жертвой электрического разряда, но успел вытолкнуть Андрюшу из воды. Обоих мальчиков забрали медики, но Данилу до больницы не довезли. Он умер в машине скорой помощи. История отважного школьника потрясла всю республику. Виновных в трагедии установили в рекордно короткие сроки. Они понесли наказание по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но стоит ли говорить, что жизнь Данили Садыкову никакие наказания и рассказания виновных не вернут и никогда не станут утешением для родителей, потерявших сына. Мне кажется, он просто ушел и скоро вернется. Или он где-то в гостях. Но и память живая, и в сердцах наших мужей. Сегодня мама и папа Данила крайне редко пускают в свой дом журналистов здесь повсюду фотографии мальчика, который так хотел, чтобы любимые родители им гордились. Сейчас в семье подрастает маленькая Виктория. Девочка родилась через два года после гибели своего братишки и стала спасением для супругов, чья жизнь с уходом сына, казалось, потеряла смысл. Малышка знает все о подвиге старшего брата и каждый год вместе с родителями несет цветы к фонтану на бульваре энтузиастов. В день гибели Данилы 5 мая, в день его рождения 12 декабря и в день защиты детей 1 июня. Ведь 12-летний мальчик так и остался для родных ребенком, которого мы, взрослые, увы, не смогли защитить. Сегодня у рукового фонтана, как и семь лет назад, играют дети, а недалеко от памятной мемориальной доски, прямо в воде, на месте трагедии, установлен своеобразный памятник, светлая перышка, как символ невесомости и хрупкости человеческой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok